Двигайся сюда плотно, в руки вверх, и будешь вверх. В имя Твоей Сына, Святаго Духа, Божией милости будем негрешной, Создав у меня, Господи, помилуй меня, Без числа и согреши, Господи, прости и помилуй. Царю Небесный, утешите души истины, И железей, истя исполняй, Сокровище благих, и жизни подателю, Придите лисяны, и очисти на всякие скверны, И спаси блажей души нашам. Святый Божий, Святый Грекий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Грекий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Грекий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресно, Валеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Молодыка, проси беззаконий наши, Святый, посетей, цели немощи наши, Имея Твое, Городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Учимаш, ежи, реки на небесе, Да, святый, Твоя, имя Твое, да, прииды, царствие Твое, Да, будет воля Твоя, яко на небесе, на земле, Хреб наш насущный дашь нам мель, И остави нам долги наши, яко-жи, И мы оставляем должником наши, И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, благослови, читайте Евангелие, исполкование блаженого фифилакта. И уклонись мне, у меня у них право, и маги Господи. От Матфея 6 глава 14-15 стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешениях, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Толкование блаженого фифилакта. Отец научает нас быть незлопамятными. Об отце же напоминает нам, чтобы мы, как дети такого отца, стыдясь его, не злобились, подобно зверям. Благосердный Бог всего более ненавидит безжалостность и зверство. Посему и запрещает нам быть таковыми. Так, Зоя нашла, да? Вот смотри, да. Здесь Евангелие у нас говорит о чем? Что мы должны прощать согрешения всем, кто против нас. Потому что, как сказано, что если мы не простим, то и Господь нам не простит. Там параллельно еще в притче есть. Я потом тебя, Господи, дам, наверное, пополучу с этим. Вот я вспомнила, почему-то мне мысль пришла о прощенном воскресенье. Если кто помнит, напомните, кто были, как там у нас происходит? У нас просят прощения друг у друга. Как просят, Саня? Вспомни. У нас подходят и говорят. Прости меня. Прости ради Христа. Ну, прости ради Христа, да? А что нам отвечает? Бог прости. Бог прости. И нам сказать, я прощаю. Подожди, ты бежишь вперед, мать. Ты слышала? Вот как тебе? Я, например, каждый год хожу и всегда слышу, Бог простит. Больше ничего не слышу. Что ты слышала о продолжении? Резко, кто так говорит. Ну, ты продолжение не слышала. Я вообще продолжение слышала в нашем храме. Ты чуть не была в каком храме? У нас была. Тоже, как там говорят? Так же. Просим прощения. Говорят, проси меня, Бог простится. Все на этом. Так что, Таня, не знаю, кто уж тебе так отвечал. Ну, это резко кто отвечает. Мне и мне так никто не говорил. Вот я каждый год хожу и уже сомневаюсь и уже давно над этим задумываюсь. Что-то здесь не хватает, что-то здесь не так. Но я про себя понимаю, что, например, я чувствую, отношения у меня ко всем спокойные, хорошие, злобы, злобы против никого нет. То есть я про себя, если у меня прощение, я думаю, я против ничего не имею. Но иногда в этом году даже у меня появилась мысль, говорю, одна, прости меня. А я говорю, а ты чем-то ради согрешила? Она, ой, много согрешала. Я так посмеялась, говорю, но прощаю. Потом, помню, Настя ко мне подходит, Бог простит, я говорю, это, ну как, я говорю, Бог простит и я прощаю. Но то есть, чтобы не обидеть человека, чтобы ее успокоить, может, она на самом деле с чем-то против меня согрешила, я же не знаю, только Господь знает. Но я говорю, я прощаю, как я не могу не простить? Потому что мы все хотим, чтобы нас прощали, но чтобы нас прощали, и мы должны прощать. Но я вам говорю о чем? Что в храме, я этого не слышу, люди недопонимают. Это, наверное, где-то утеряно или забылось. И вот недавно, сколько случаев было, тоже подхожу, например, да, и на работу до меня. Бог простит, я говорю, ну я прощаю, надо добавлять, что и я. Потому что Бог простит, мы этого знать не можем, мы как бы на Него ссылаемся. Получается, что если мы это не сказали, что я прощаю, получается, что ты меня не простила. Наисто родить, наисто родить, это тоже полезно. Некоторые говорят простите, некоторые ничего не говорят. Потому что не знают, либо стесняются. А отец надо говорить так же, да? Простите, у меня все слова не требуют. А отец Смирнов говорит. Громче говорит. Сперва говорит, что ее сад показывает, потом ко мне едут, говорит. Это по телевизору, который этот, да, Дмитрий Смирнов, да, он обличает, он жестко говорит. А, я как-то об этом, кстати, не задумывалась. А, потому что вообще он не приветствует того, потому что ты человека не знаешь, ты перед ним не согрешил ничего. Почему ты у них, перед кем не согрешил и не виноват, просишь прощения? А к священнику встаешь спиной. Получается, я об этом как-то не задумывалась. Правильно. Говорит, у нас, получается, мы друг перед другом во время исповеди прощения, как бы, да? Да, да. Но меня тоже всегда вот это смущало. Встают и говорят, простите меня, но это я могу еще понять, в этой части я могу понять, да? А все остальные говорят, Бог просит. Меня тоже всегда поражало. Говорит, ну а при чем здесь Бог? Сказано, мы просим на время у вас, или я у вас. Вы и должны прощаться. Вот когда я была первоначальной, я помню хорошо, в прощенном воскресенье, у приятельницы попросила прощения. Я говорю, прости меня. Она мне говорит, Бог простит. А у меня внутри было вот смущение. Думаю, странно. Бог простит, а ты? Думаю, а ты почему ничего не ответила? И у меня было смущение в душе. Вот я почему вам говорю, о чем сейчас нужно, вот я к этому сама пришла. Я поняла, если я не говорила вслух, ну потому что я еще смотрю, никто это не делает, никто не говорит. Я просто путем размышления, я пришла к этому. Я понимаю, что я про себя говорила, я не умею против тебя ничего. Или даже я про себя говорю, да ты против меня ничем не согрешила. То есть прямо вот так говорила. Она говорит, прости. А я говорю, да ты против меня ничем не согрешила. А потом дома сижу рассуждаю, думаю, а я этого знать не могла? Может быть, она и на самом деле распросят, значит, мысленно согрешила что-то. Я-то должна была простить. Но я, конечно, сказала там, опять-таки неправильно получается. Мы не знаем, мы не научены. А вот сейчас Господь как бы расположил, сейчас читая опять, именно на этом хочу заостряю внимание, что мы сейчас должны это проговорить, мы должны знать и других научать. Когда вот такое происходит между нами, и мы должны объяснить. Если принято говорить, Бог простит, ну, как бы мы ссылались на Евангелие, говорю. А Бог простит, когда? Когда мы просим. То есть мы должны говорить, Бог-то понятно, но прощаешь ли ты меня? Прощаешь ли ты меня? То есть мы друг друга должны прощать. Бог простит, и я прощаю, надо говорить. Да, то есть здесь сначала как бы наоборот. Мы должны примириться, мы должны примириться, да, прощать. А тогда и Бог простит. А как Он простит, если мы друг у друга... Бог простит, и я прощаю. Если мы друг у друга... И вам говори, я прощаю. Мы должны друг у друга сначала спросить прощения. Тогда Бог у нас просит. А получается, мы вперед забегаем, мы на Бога ссылаемся, то, чего знать не можем. Ну как ты будешь путаться? Если перед тобой согрешат, у тебя придут прощения просить, ты должна сказать, я прощаю. Или ты согрешил перед кем, ты подходишь, ты говоришь, прости меня, я согрешила, прости меня. А если она скажет, Бог простит, а не скажет слов, я прощаю, получается, она тебя не простила, ты еще раз у нее попросил прощения, она если не поймет, тогда присни. А прости меня, как прости меня Христа? Ну разницы нет, ну прости ради Христа. Вот я так говорила иногда, ну, например, чуть смеялись даже один-два раза. Смеялись на то же самое? Да, один-два раза. Один-два случаи было. Ну это не Христия. Ну где находились? Я не помню, церковь даже, наверное, она не может, ну не самиха. Ну по сути-то нужно говорить ради Христа, да? Я с Венера так говорю ради Христа. Спаси Христос ради Христа. Люди просто Бога не знают. Господи, помилуй, чтобы нам это уяснить и другим сказать. Я говорю, сами-то еще не научим, ничего не знаем. И нам никто не говорил, да? Матфея 6.16. Дальше, да. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. И истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Так, а поститесь? Сейчас толкование, блаженый фефилактор. Помрачение лица есть принятие пасмурного вида. То есть, когда кто кажется не тем, каков есть, но притворно принимает скорбный вид. Вот я, например, вчера тоже читала это место, хочу вернуться опять, значит, и не могу понять. Здесь вот говорится, как бы, поститесь. Но если это было в Ветхом Завете, я, например, допускаю. В наше время, я, конечно, не знаю. На себе я, например, не могу это сказать. Но когда я пащусь, и ради этого я должна унылое лицо, ну, я думаю, я так не делаю. Это надо быть... Сейчас-то нет, а в начале, когда только начинаешь, у тебя нет настроения от того, что ты постишься, что ты подавленная, да, вот это... Нет, здесь говорится о том, что как бы люди специально делают, показаться людям. Ну, если показать людям... А так-то первоначально, я хорошо помню, когда ты начинаешь только поститься первые года, все, здесь нет настроения, потому что ты хочешь это и это, а тебе ничего нельзя. И тебе прям так грустно, грустно. Сейчас в магазине пойду и забудусь, уйду, что мне же нельзя. Я опять расскажу. Не знаю, я не могу, например, я не могу как бы наигрывать. Ну, какая есть, такая есть. Иной раз, наоборот, улыбаешься. Ради людей, как-то, да, с людьми общаешься, ты начинаешь улыбаться. А как наоборот-то? Если идешь, то у тебя нет настроения, ну, нет оно, если... На самом деле нету. Мало ли, всякое же бывает. Там заболело, что... Я-то хочу сказать, упал-то, я же недавно рассказывала, да? Я говорю, до этого мне песница болела, а от того, что упала, вроде бы цел, ни сняка, ничего нет. На работе одна рассказывает женщина, она точно так же, как я, упала, но я с высшего расстояния, она сниже, с маленькой табуреточки. У ней был снег. У меня вообще снега не было. Я более с высокого места, почти со стола хочу сказать. Но спина все равно болит, ну, мало ли чего болит. Сегодня вообще вот встала, вот еле-еле, спина вот разваливалась, как будто я, да? Но это сейчас идет, как говорится, после идут искушения, да, враг нас искушает всякими. Вот сегодня буквально искушение какое. Вы пришли и топор, переступили. Опять у меня отключили воду холодную. Звоню, соседей тоже нет, в подъезде нет. Звоню, еще двоих пригласила. Одна говорит, у нас тоже нет. Вот соседний район. Получается, или обарили, что-то произошло. Я говорю, идет пост, идут искушения. А мне тоже живет далеко. Нет, Тань, держи там. Поняла, да? Да вот, никак. У нас говорит один по очереди, не перебивайте друг друга. То есть, я хочу сказать об унылости. Ну, то есть, наигранно, я как бы, скорее всего, я могу улыбнуться, но никак не наоборот. Это, может быть, люди с таким характером, Илья, как я не знаю. Может, и люди такие есть, которые хотят показаться, наоборот, да? Серьезными, унылыми. Не знаю. Ну, дай Бог, что мы были такие, как есть. То есть, делись с ним. Но некоторые люди же, как артисты, понимаешь? Они всегда наигранно говорят. То есть, искренности у них нет. Вот поэтому так получается. Искренности внутри они держат свои мысли, да? Нет, искренности вообще у человека нет. Не то, что искренности, они у меня выражаются, что мне не надо сказать. Как? Ну, Томар думает, что внутри держит, а на самом деле наигранно не держит. Да, наигранно, да. А мысль внутри, что думает? Матфеев, 6, 17, 18. А ты, когда постишься, помажь голову твою, и умное лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Нашла? Угу. Толкование, блаженый филакта. Помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости. Так и ты, показывай себя радущимся. Но под елеем, разумеется, также и милостыня, а под головой у нашей Христос, которого должен умощать милостынями, а лицо умывать, значит, душу очищать и чувства омывать слезами. Здесь как бы идёт, соответственно, как бы продолжение, да? Чтобы лучше, опять мы говорим об искренности, да? Чтобы не играть, вот не было этой наигранности чувства, да? Чтобы быть искренним, чтобы не было лукастов, да? Чтобы быть как дети, да? В простоте. Вот, в простоте, да? Ну, здесь ещё вот интересно, я никогда не знала, нигде никто нам не пояснял. Вот помазание, я тогда у меня технически спрашивала, почему. Он как бы помазание, как бы напоминание нам, что мы христиане. А вообще в древности это было, если помазание маслом, это к радости. А здесь ещё он как бы толкует, что поскольку глава церкви Иисус Христос, а все мы члены, вся сама церковь, да? А глава, все мы члены, тело. Мы члены друг к другу, но все вместе мы тело, а Иисус Христос наш глава. И поэтому, когда мы вот эту голову помазали нам маслом, мы её, как бы напоминание, глава, как глава Христоса, глава церкви. А помазание маслом, это они говорят нам, что это как бы нужно Бога ублажать, умощать, как мы голову свою умощаем маслом. Мы любим же многие, нас помажут, вот мы мажем, всё размазываем. Некоторые так этим маслом прям любят размазываться. А они, знаете, смысл-то, не понимают для чего. Помазался маслом, но для чего? А как для того, чтобы вот этот знак милостнию творить, умощать, Бога как бы милостнию, то есть творить милостнию. Вот я вчера, она мне звонит и говорит, у неё помяну, а муж идёт. Она говорит, как сотворить, как помянуть лучше. А у неё попадает на светлое. Я говорю, на светлое же не поминает, радость же идёт, но поминает только на радуне. Только милостнию. Вот мы с ней говорим, как милостнию. Я говорю, ну у нас есть вот славина рощи, детский дом. Можно туда отнести на помяну. Она говорит, а у нас при храме, я не знаю, слышали бы нет, у нас оказывается, кормят малоимущих. Не слышали? Но это появилось, когда это появилось недавно. Это появилось в последнее время. Но это где-то код, наверное. Вот. А я хочу сказать, с чем это связано. Я опять скажу, это связано скорее всего с тем, что я предполагаю, что отец Андрей, он смотрит этот, знаете, тихий ролик. И это появилось в тот момент, как он просмотрел эти ролики. И как раз после того появилось, вот они стали кормить у самовара. Сначала они кормили, говорили же, объявление было, приносите там кто что может пожертвование, мы будем, или приходите сами, мы будем кормить. Сначала они кормили самовар. А теперь нет. А теперь, вот говорят, еще есть... При храме? При храме кормят. Она говорит, есть обеды, я говорю, там. Еще где-то она слышала, есть обеды. Но я не знаю, раньше по крайней мере не было, да, когда раньше другой настоятель был, да и до этого я не слышала. При храме не кормили. При храме не кормили. А сейчас вот, якобы, они это кормят там. Ну, наверное, может им неудобно бы водить туда, это же надо транспорт, и все решили здесь. Ну, делают, наверное, как удобнее. Но я хочу сказать, не важно. Главное, что плод приносят, если услышал. Я говорю, благодаря Тагнатиховичу в пропаде, как миссионерству, люди тоже ничего... Ну, скажем, вот омел с ней. Принесла она хороший плод. Хочу сказать так. Дальше. Матфея, 6 глава, 19 по 21. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моля ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровищ на небе, и где ни моля, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И сейчас я вернусь в стих, зачитаю вот как раз на эти слова. Это вот в 13-м году написал такой небольшой стих. Куда сокровища свои возложен? Куда свои сокровища возложен? Туда, где воры не крадут. Туда, где Авраам на брачном ложе. Куда святые лишь войдут. Куда свои сокровища возложен? Где моль и ржа ущерба не дают. Где обитает дух, не кожа. Где добродетели приют. Куда свои сокровища возложен? На небеса, где ангелы поют. Святому, распятому Христу в подножии, где святым духом дышат и живут. Как раз я здесь сноски делаю именно на это место Евангелия. Как раз не собирать себе сокровища. То есть я в 13-м году написал стих, читал вот это место. Как раз именно это. То есть мы должны свой ум остремлять на небо. Сейчас посмотрим, как толкование блаженному сельфилактам. Извнашивая болезнь тщеславия напоследок говорит о нестяжании. Ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает шиту земного сокровища. Потому что черви и тля портят пищу и одежду. А воры крадут золото и стебро. Потом, дабы кто не сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы ничего подобного не было, но то самое, что предается заботе о богатстве, есть великое зло и бессиво для души. Потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога. То есть вот, как бы, тоже думал, на это место рассуждал. Ну, мы все так. Человек, кажется, небесный думает о небесном, а человек... из него были выгибнуты. Ну, понятно, это какой-то, скорее всего, ход, который, прорезет он был сверху. Ну, какой-то политический ход. И отец Владимир Головин отзывался о многих, в частности, отзывался о вас. Вот. И вы об этом знаете. И вот, несмотря на весь резонанс вокруг этого события, вы все-таки сохраняете молчание, и вы никак не высказываетесь о этой тени. С чем это связано? Вот первый вопрос. Ну, он не засвящен, а теперь уже, как за подписью Патриарха вышло, снят сан. Да. Сняли сан, то есть он теперь не священник, ничего священнического, так сказать, не может делать. И, то есть, дальше, если он дерзнет делать, его сразу придадут анафеме. За этим глядят, как было Денисенко с филаретом. Вот, что на это сказать? Сейчас речь идет о том, что даже собирает подписи, и что Патриарх как-то обратил внимание, но 1 апреля Патриарху это уже подпись сделал, все, назад он не пойдет, не завоировать, подпись свою не будет. Остановка известна. Отец Владимир, он собирался в прошедшем году приехать, потеряя в Кур. Но, вот, в связи с этими делами, он тогда отложил на этот год. В этом году мы можем ждать его, и потом я один к нему еще там присоединюсь.